Я вам говорю, Сергей, слушай, короче говоря, мне твой акселератор вообще не зашел. Вместо того, чтобы сейчас мне говорить про то, какой плохой акселератор, ты мог мне задать пару вопросов, и мы посмотрели твой проект, и какие-то дал бы тебе советы. Ты действительно отдаешь себя, и ты помогаешь другим людям, если нет вообще ни одного негативного отзыва за все время. Приветствуем всех предпринимателей, которые смотрят это видео и видят свое будущее в онлайн-образовании. С вами снова я, Федор Спиридонов. Я Илья Терновой. И у нас в гостях Андрей Кокловский. Человек, который занял нишу в диджитал-рекрутинге. Сегодня он расскажет о том, кто такой HR-специалист и какова специфика его работы. О том, как правильно выстраивать взаимоотношения с социальными сетями при продвижении своего продукта. И какая социальная сеть, по его мнению, самая перспективная. Самое интересное, что он утверждает, что люди, получившие образование, прошедшие обучение в его онлайн-школе, повышают в два раза уровень своего дохода. Это очень амбициозно. Кстати, я советую смотреть это видео до конца, потому что вы получите, во-первых, много полезной информации, во-вторых, конечно же, бонусы, которые мы вместе с Андреем для вас приготовили. Это может быть скидка на его продукт. Так что смотрите выпуск до конца, следите за кодовым словом, который мы вам обязательно назовем. Ушки на макушке, держите. В общем, мы начинаем. Поехали. Друзья, как мы и обещали, у нас в студии Андрей Хохловский, эксперт, собственно, продюсер и основатель онлайн-школы для HR. Люди с его помощью зарабатывают вдвое больше. Как это происходит, мы сейчас и узнаем. Привет. 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 Привет, друзья. Андрей, мы поговорим о диджитал-рекрутинге, о HR-специалистах, да, обо всем этом. Но сперва хотелось бы узнать, кем ты был до того, как встал на этот путь, на эту нишу. Рассказывай. Очень интересно. Просто, да, истории у людей разные, поэтому нам вот очень интересно, как ты к этому пришел. Ну, история началась с того, что, собственно, после института я занялся силопродвижением. У меня было много клиентов, которым я оказывал эту услугу. Я был фрилансером. И, собственно, я объезжал этих клиентов, предоставлял им услуги по продвижению сайтов в поисковиках. И этим, как бы, вся моя работа ограничивалась. Потом, в какой-то момент, когда сел, начало постепенно умирать, я понял, что надо заниматься более широкими задачами, предоставлять более широкий спектр услуг. Я начал организовывать свою компанию по интернет-маркетингу. И, собственно, предоставлять им больше услуг. То есть это были и соцсети, это были контексты, это были разработки сайтов, разных проектов и так далее. В целом, я достиг хороших успехов на этом поприще. То есть у меня есть книга, я выступаю часто на телевидении, я выступаю на разных передачах, конференциях и так далее. Но хотелось чего-то другого. И тут я увидел случайно вебинар. Точнее, даже не так, наверное, история была. У меня была идея постоянно открыть какие-то курсы для маркетологов. Я хотел это сделать в офлайне. Я хотел снимать аудиторию, приходить им, рассказывать, как можно сделать классную рекламу и так далее. Готовить людей для того, чтобы они могли повысить свой доход на собеседованиях. То есть, чтобы отвечать на правильные вопросы, чтобы проходить тесты и задания, чтобы они могли упаковывать свои кейсы. Это все приводило бы к тому, что цена их на рынке была бы выше. Что за школа вообще? Да, один из ларейков, что это? Ну, собственно, как идея вообще появилась? Идея появилась следующим образом, что мы предоставляли услуги, рекламные услуги для наших компаний, крупных для наших клиентов. И однажды обратился просто HR-отдел компании одной из, и сказали, что у нас не хватает соискателей, у нас проблем у нас просто нету, не хватает, нам надо больше. Вот, мы начали думать, как решить эту проблему, придумали вариант, что давайте мы вам сделаем сейчас карьерный сайт, по сути, если перевести на, так сказать, язык онлайн-школы, то давайте сделаем посадочную страницу, давайте настроим каналы привлечения. То есть, это соцсети, это контекстная реклама, это SEO-продвижение. И, собственно, мы это все запустили. Результаты себя не заставили долго ждать, потому что никто на рынке так вообще не делал на тот момент. Это привело к тому, что у них действительно пошел поток свискателей. Потом мы этот кейс вообще рассказывали на закрытом клубе между, это фармкомпания, на закрытом клубе фармкомпаний. То есть, мы приехали и рассказывали, это вообще редкая история, могу сказать, когда ты рассказываешь свой кейс не сам, а когда клиент твой рассказывает кейс, и еще тебя зовет, чтобы подтвердить, что это было так. То есть, обычно всегда наоборот. Вы посмотрите, ну что вы туда не сделали? Это офигенный показатель. Да, это очень круто показатель, потому что обычно все рассказывают про свой кейс, но клиенты где-то нигде рядом нет. Здесь было все не так. Поэтому, собственно, мы начали эту историю развивать. Придумали, что подумали, что это можно уже упаковать в онлайн-школу, потому что у меня постоянно условно приходили какие-то знакомые HR-ы, спрашивали, как вы это делаете, что. То есть, это все время была передача информации, типа, по WhatsApp-у там, напишу кому-нибудь, да вот это вот так, делай это вот так. Вот, я понял, что это можно упаковать те же самые, по сути, видео, которые я записывал иногда для них, там просто на мониторе прокликиваешь сюда Facebook, чтобы настроить рекламную кампанию. Мы эти же видео по прослушиванию применяем для той же самой школы. Ну, естественно, лучше там, чтобы это было для всех понятно. Вот, то есть, вот такими шагами пришли к тому, что это надо. Вообще, потребность в этом очень чувствуется сильной. То есть, если у нас основная тема, там, поиск персонала в соцсетях, для HR-специалистов это просто какое-то там невероятное счастье, потому что они все на самом деле действуют одинаково. То есть, они что делают? Они размещают вакансию на HeadHunter, на SuperJob, да. И дальше, когда отклик с них падает, а с них он практически сразу падает, потому что это где-то там в начале первой недели какие-то есть звонки, то дальше это все падает, вот. Они начинают обзванивать резюме просто людей, которые разместили. Вот все, что они делают. Расскажи, пожалуйста, Андрей, кто такой все-таки HR? Это люди, которые занимаются на самом деле очень много, чем в компании. То есть, они занимаются и подбором, и оценкой, и вовлеченностью персонала, и развитием. Там на самом деле функций миллион конкретно у HR-ов. Мы работаем только с рекрутерами. Рекрутеры – это люди, которые непосредственно осуществляют поиск персонала. То есть, это определенный сегмент. На самом деле он самый такой, как бы, с одной стороны интересный, потому что это такой, они на боевой, так сказать, на, как это назвать, на передовой, да, находятся. Самая агрессивная работа, они постоянно с соискателями общаются. И сам прикол в том, что из-за этих людей проще всего становиться фрилансерами, открывать свои кадровые агентства, то есть переходить в зону, где ты можешь зарабатывать, уже работать на себя. Не было конкуренции, ты говоришь, я хотел, но мне кажется, это такой год. Да, это год, на самом деле, года 3-4 назад, когда я об этом закончил. Ну, как раз вот маркетинг начал там просто идти в гору, и мне кажется, там просто рынок был очень занят. Но таких, которые, вот именно вот это, предоставляют такую услугу, как, ребят, приходите, я вам пока помогу переписать ваше резюме, я вам помогу упаковать ваши кейсы, научу вам базовым таким штукам, чтобы вы на собеседование могли лучше отвечать, и чтобы вы себя дороже могли продавать. Вот такого конкретно не было. И поэтому мне идея понравилась, я за нее зацепился. Вот, и потом я вынашил уже какой-то сначала вот такой полный оффлайн, потом постепенно мне как-то мысли начали появляться оффлайн-онлайн. Вот, и все это было вот так, как какая-то раскачка, как бы я все к этому не мог приземлиться и подойти к этому проекту. И вдруг как раз я увидел здесь вебинар акселератора 4-часовой, тот супер-супер популярный. Вот, ребята, на самом деле, поменяли во мне мысли о том, что надо проект запускать быстрее, что действительно классно. На самом деле назвали несколько мыслей, которые для меня прям очень сильно вошли. То есть то, что это... Есть позже назвать эти мысли? Да, я могу сказать, что это от Юрченко есть идея, то, что бизнес что-то типа шарика, что-то такая у него есть, что это не должно быть, что каждый этап, это должно быть как-то очень сложно. То есть он должен именно... То есть условно, если ты открываешь ресторан, он такой, по-моему, аналогию приводит, да, то, чтобы, если ты открыл один ресторан, для того, чтобы открыть второй ресторан, тебе надо пройти почти такой же путь для того, чтобы открыть второй ресторан. чтобы из этих ресторанов сделать сеть это вообще надо не знаю что сделать то есть это вообще другая история вот в онлайне не так то есть ты сделал школу на пять человек на самом деле она не кардинально отличается от школы на 50 человек то есть в этом весь прикол то есть она масштабируется относительно легко мне эта идея очень запала понравилось и принципе я так сказать запустил уже сейчас проект онлайн школы я это испытываю на себе то есть действительно того чтобы масштабировать не надо тоже есть свои проблемы есть сложности есть свои нюансы но нету такого что это там надо не знаю что сделать чтобы ее действительно масштабировать то есть это прикольно если же описать так сказать проблематику вообще онлайн школы как вот тоже вот так вот одним да какая основная проблема я вижу что здесь основная проблема но всех точно моем этапе на моем уровне что это основная проблема это технические истории то есть вот это может отвалиться какой нибудь вебинарная комната это может отвалиться какой-нибудь сервис рассылки это может быть что нибудь не знаю там рассылал письма и вдруг ты обнаружил что они вообще там куда-нибудь там у всех спам и ты ничего не можешь делать то есть этот очень много таких вот технических моментов которые постоянно до решать они появляются практически ежедневно или как интеграция сервисов передача информации между то то есть это вот здесь вот в этом проблема вот такая ключевая есть человек который все это решает или делать это самостоятельно конечно не делают все самостоятельно потому что я привлекаю ресурс во первых из своей компании за интернет-маркетинговое агентство я привлекаю компания фестоп вот мы там начинали собственно как и говорил там сел продвижение потом постепенно это росло у нас довольно крупные есть клиенты это рос reactive леком евро cfee и так далее то есть это клиенты с которым заключается договор работаешь в долгую до старше чем услуги хорошие они довольны то есть это как бы такое уже сейчас получился бизнес которые относительно налажен он работает стабильно приходит по сарафану стану новые клиенты она постепенно растет но прыгнуть на какой-то другой уровень честно говоря не прям не вижу как это возможно потому что рома замыкается часто где-то на мне то есть могут попросить меня приехать это все время общение с клиента в общем прыгнуть на другой уровень я не вижу как вот поэтому собственно появился этот проект онлайн школы здесь идет динамика хорошая мне нравится как развивается проект то если мы начинали с учеников там пять человек у нас там училась то сейчас их уже учиться вот на февральский поток уже будет учить скорее всего около 50 то есть идет такое развитие хороший и это видно что динамика она будет продолжаться потому что идет общее развитие увеличение базы много положительные отзывы все довольны кто нас учится нас нет вообще ни одного негативного отзыва за все время на самом деле еще там проблема вообще и чаров очень такая серьезная что это часто в гуманитарии это люди которые мысли от категории не цифр от ощущениями там психологии эмоциями и так далее то есть они очень круто часто проводят собеседованием там мы вообще тоже рядом не стояли то есть учить этому вообще там даже не заберемся но конкретно когда мы говорим про цифры оказывается что большинстве компании у нас на рынке вообще никто не считает вообще сколько стоимость нам привлеченного соискателя сколько закрытия позиции это очень мало вообще кто делает и по факту получается что они живут в мире таком как бы то есть на и чар отдел выделяются деньги такой затрата образующий отдел в любой компании магазине нет продавцов кто виноват ну еще и чар кто еще может виноват хотя на самом деле например элементарно что например закрытие позиций при продавца надо там 15 тысяч рублей условно да а выделяется 5000 рублей естественно физически не могут сотрудников не хватает не за там не выделяется ну в общем не хватает бюджет физически они не могут свои позиции закрыть их приходят и начинают так ребят даже аргументировать не могут аргументировать да у вас нету людей они просто сидят и все ответственность вешают на чар отдел это очень частая ситуация это у них серьезная боль и они никак не могут ее как бы закрыть андрей скажи пожалуйста вот какая социальная сеть наиболее выгодно и наиболее перспективно в плане продвижения продукта или там который приносит больше трафика там на на твой бизнес например да или ну вот давай по социальной сети просто прозвищены про школу да ну да мы на самом деле немножко пошли не по тому пути который там закладывается как стандартно для всех онлайн школ то есть мы используем соцсети тоже для привлечения у нас есть контакте есть facebook используются эти две основные соцсети из которых мы набираем трафик facebook дает более качественный трафик более качественные людей но они более дорогие из контакте их они намного более дешевые менее качественные вот если что касается какие каналы привлечения да действительно это если ставить их по приоритетам на 1 на facebook будет у нас второе это вконтакте третье мы на самом деле собираем базу из разных каналов то есть у нас есть работные сайты и мы с этих работных на работных сайтах сидят и чары собственно эти работные сайты максимально и так сказать прорабатываем то есть где-то мы там парсием где-то мы баннер повесили где-то мы там считали базу где-то я не знаю посмотрели в общем отовсюду мы вытаскиваем получается на самом деле самая выгодная история возвращаясь к теме акселератора да ты сказал что увидел этот четырехчасовой вебинар посмотрел у тебя зацепила политика как они все преподносит да там схожие идеи ты учился правильно прямой проходя учусь даже сейчас а ты сейчас а сколько доза пакет я около 400 тысяч 400 тысяч может из 5 вот ты не закончил учиться ты смотришь все уроки ну на самом деле моя история она наверх какой-то степени много уникальная в чем мы с тобой все созванивались да и ты сказал то что вас непростые были отношения ты считал сначала тоже тебе это не надо и вся информация на банально поскольку ты так сам себе эксперт короче идея в чем идея в том что мне действительно меня там большой опыт именно в интернет-маркетинге и когда я пришел в школу сначала во-первых на вебинаре я думал что говорили о том что будут показать как и открывать онлайн-школа я думал будут давать именно те фишки которые примут прямо совсем про онлайн-проекты когда я пришел непосредственно учиться я понял что основная аудитория обучающихся людей которые очень мало на самом деле познают про рекламу про интернет про правы проекты по разработку сайта так далее и вся информация подается с нуля и при том она с нуля подается и довольно таки невысокого уровня я с этим столкнулся что я начал делать я собственно все равно проходил уроки я там месяца два отучился и так далее какой-то момент я вообще забил на всю эту программу я понял что это бесполезно и время пошло то есть месяц прошел два пошло при этом я параллельно все равно делал свою школу то есть я делал на тех знаниях на которые у меня есть то есть у меня знание там более чем достаточно как я понимал на тот уровень чтобы это все делать потом однажды сергей меня пригласил как раз сюда в эту студию говорит давай мы с тобой интервью запишем расскажи про свою школу и так далее я вам говорю сергей слушай короче говоря мне твой акселератор вообще не зашел не это вообще бесполезной информации и совершенно и он мне сказал на самом деле несколько мыслей которые меня опять же зашли как после вебинара умеют они говорить хорошие мысли сергей очень умный товарищ я хожу человек вот он мне сказал что вместо того чтобы там сейчас мне говорить про то какой плохой акселератор ты мог мне задать пару вопросов и мы посмотрели твой проект какие-то дал бы те советы в общем короче говоря мы с ним договорились про консультацию для себя какой резюме могу сказать что я вывел до первое что конечно нельзя терять время то есть надо брать максимум если записался на программу я несколько месяцев наверно месяца 4 5 вообще забил вообще никак не соприкасался то есть получил 1 от сергея второе что я попал в клуб сейчас пяти нулей то есть это проекты которые зарабатывают условно больше там 100 тыс да вот и здесь уже конечно другая история то есть здесь небольшой небольшой небольшое количество людей в чате но мы обсуждаем те вопросы те проблемы которые меня очень интересуют они очень конкретные практичные то есть конкретными там не знаю советами кто как делает какие проблемы кто как решает короче говоря это мне супер полезно вот и сейчас то есть у меня против мнения там акселераторе поменялось противо с одного на другой на противоположное в общем вот исходя из твоего опыта вот такого до что ты сначала скептически как потом наоборот 400 тысяч рублей который ты отдал да там за пакет они стоят того слушай ну смотри на самом деле если это мне спросил бы как несколько месяцев назад я сказал бы нет хотя конечно же то есть и под дело то что я добрый акселератора думал о запуске этого проекта и получилось что я думал шел в акселератор думал что они помогут где там паковаться этого не произошло произошло лишь вот здесь то есть я хочу сказать что наверное мой кейс заключается в том что и те люди которые пришли в акселератор и думают что там дают бесполезную информацию а там таких много на самом деле потому что массу до этой информации который идет урок и можно получить даже в интернете вот я думаю что здесь очень правильно все-таки придумать каналы то есть способы им как найти тех людей которые им интересны акселераторе я вижу эти две точки первое что это вот эти вот чат и 5 нулей там 60 то есть в них попадать это первая история 2 это консультации сергеем из юрченко это вторая история и третья история что постоянно они записывают каждые не знаю там стрелы не стрелы мастер-классы от людей которых они приглашают опытных которые миллионеры действительно бывают очень часто полезные прям мастер-классы которые рассказывают какие-то именно фишки которые будут полезны вот я думаю для тех кого есть уже опыт которые для там по маркетингу по проектам вот это для них будет супер полезно что-то эта информация непонятно где брать вообще то есть интернете и нет ты попал в клуб пяти нулей мне интересна конкретная сумма конкретные цифры потому что мы раскрываем здесь договорим о правде и честности людям интересно я думаю узнать сколько можно зарабатывать на проектах чтобы там не знаю если у них есть желание сделать свою школу сколько они могут например зарабатывать ну смотри здесь на самом деле я отвечу наверное так очень сложно несколько посчитать почему потому что у нас не каждый месяц были потоки вот если на первом курсе у нас было училась пять человек и прими средний чек около 30 тысяч рублей то есть понятно да сколько мы заработали вот при этом затраты там были относительно большие потому что мы все разрабатываем разрабатывали сайт программу и так далее плюс очень много моего времени это я вообще не оцениваю считаю что это как бы бесплатно рекламу вообще практически не инвестируем потому что как я рассказывал нас трафик весь идет из бесплатных каналов то есть по сути у нас маржинальность около там но не сто процентов то что есть люди которые обслуживают курс есть кураторы модераторы и так далее есть всякие сис админы не знаю там в общем ребята разные но 8 90 процентов где-то около того как правильно выстроить сообщение вообще с акселератором в общем для того чтобы извлечь эту пользу для того чтобы не ждать или того чтобы не было такого вот количество времени потеряно впустую какие вопросы правильно задавать на первом этапе может ну на самом деле это очень правильный вопрос который ты задал ключевая вообще история развития чего угодно как себя там проекта чего угодно это задавать правильные вопросы наверное вот эти вопросы мне попробовал бы помог и сформулировать сергей по сути когда ему сказал слушай но этот проект фигня то есть получается что я ему говорил фигня он говорит и задай попробуй другой вопрос просто и собственно это изменило мое отношение ко всей этой истории собственно поменял поэтому какой вопрос не знаю на вопросы там как учиться эти бизнес-книги там вопросы задавая зачем почему сам себе их задавай наверное это будет давать тому что как бы тело ответы будешь получать которые собственно ты должен получать второе что важно наверное общаться не только своей этой стойкой не помню как там называется body группа вот так далее а пытаться выходить на тех людей то есть например с тем самым кураторами сдавать что например вот я сейчас который вопроса задаю прям в текущий момент я прошу прислать проекты которые аналогичные то есть например и charge аналогичные проекты которые есть например тоже окси лераторы чтобы она не прислала я с ирины общаюсь об аграстал я с этим людьми познакомлюсь будет отметить им встретиться не знаем да не онлайн пообщаемся плюс я прямо сам инициирую встречи активно в наших группах этих вот закрыта когда я говорю ребят давайте мы там общаемся мы каждый вторник общаемся говорю давайте в офлайне встретимся по общаемся там обсудим кого какие опять же там за чашка чая вот то есть ну пытаюсь максимально вытаскивать людей которые потом том же самой сфере в то же самом сегменте пытаюсь меняща задача перейти на 6 0 есть клубной чтобы там уже бы решать другие вопросы другие проблемы кармический менеджмент слышал близко ли тебе это понятие или ты какие-то свои там философские взгляды вообще на ведение бизнеса и дела и взаимоотношения с людьми слушай на самом деле нет понять очень близко я сам стараюсь действовать по нему по жить по кармическому менеджменту я для себя конечно не так называю вот у меня другие ценности другие так сказать название тех же самых процессов то есть я считаю что в жизни ты должен отдавать поэтому я стараюсь как я сказал что когда был вот в этих кланах да когда был в группе я тоже старался что-то ребятам подсказывать но к это довольно часто сложно делать по той причине что у многих при отсутствии опыта есть очень четко сформулированы уже свои взгляды на то как это надо делать ну в общем ты тоже помогаешь и получаешь некий фидбэк пусть не сразу но чуть попозже это срабатывает мне как раз вообще даже да я продолжаю эту тему даже более расширю да когда мне чем он школа нравится тем что когда ты здесь работаешь ты действительно отдаешь себя и ты помогаешь другим людям потому что я те знания которые у меня есть я им передаю но я вижу действительно благодарный до это обмен это мне вообще этот проект этим нравится что ты помогаешь какая дальше у вас тактика может быть даже и стратегии развития ну на самом деле сейчас тактика очень сильно поменялось потому что я почувствовал так сказать поддержку от акселератора как я сказал то есть у нас во-первых была первая консультация сергеем сейчас я думаю что мы запустим этот поток или следующие условно и я опять обращусь к нему за консультацией чтобы он подсказал что какие следующие вещи улучшить потому что те заветы которую они а он дал они сильно меняют модель то есть например даже могу сказать который будут наверно полезно первое то что можно использовать кредиты кредиты эта история когда то есть у нас была рассрочка для тех участников которые приходили от школы то есть мы предъявили 50 процент до старта обучение 50 процентов течение недели ли месяца первого обучения то сейчас мы можем выдать им сделать рассрочку платежа например до полугода то есть получается что они концу обучения когда уже по идее они могут свою ценность на рынке повысить они только заканчивают платежи при том принесли обучение стоит 30 тысяч не платит по 5 тысяч месяц это вообще все проценты мы берем на себя они там не очень большие получается что вообще идеально все это работает система очень классно то есть нам человек приходит говорит я хочу вас учиться мы эти контакт переслаем брокеру в течение пяти минут это я сейчас говорю не просто так цифру течение пяти минут с ним связываются анкетирует его и дальше течение одной минуты дается решение по кредиту то есть в течение двух рабочих дней нам приходят деньги за обучение мы получаем всю сумму и дальше он уже дальше с банком точнее с этим брокером общается по выплатам этих то есть для нас вообще и такой вин-вин просто невероятно это очень крутая тема да я согласен вторая крутая тема которая скажу что это время обучения да то есть мы сначала сделали программу на месяц мы запихнули то очень много всего и у нас получился они просто реально фидиваль то есть они успевали они успевали делать домашки они то есть вот такая была история самое главное они не пропитывались этими знаниями потому что пожить немного в этой среде и тот же опять же сергей посоветовал говорит слушай увеличиваю программу там на несколько месяцев мы сейчас растянули до полгода я думаю что немножко здесь перестарался то есть на два месяца четыре сделать но все равно то есть человек когда платит 30 тысяч за месяц или за пол четыре месяца за полгода это совершенно разные истории как сделать так чтобы именно к вам возвращался ваш слушатель потому что у вас я как понимаю да то есть все-таки человек прошел курс пускай там полгода или четыре месяца и у него нет мотива вернуться именно к вам потому что все знания получил планируется ли вы разрабатывать какую-то еще дополнительный продукт для сейчас специалистов или есть уже ну конкретно отвечает здесь вопрос да для тех которые отучился мы для них есть мысли создавать новый курс новые модули более там продвинутые более технически им до продавать есть конечно потому что однозначно да ты правильно сказала кто те кто программ прошел и повторные проходить смысл вообще никакого нету но основная идея который я сейчас так сказать культивирую и которой которые иду я хочу создать вообще в школу не для и чаров а для тех кто с нуля будет учиться с гарантией заработка то есть мы будем обучать всем технологиям и в итоге они будут приходить на определенный уровень дохода то есть мы будем говорить что он при этом будет точно гарантирую через полгода зарабатывать такую сумму то есть мы будем учить как раз на месте тут маркетинг который есть он будет им необходим чтобы начать находить клиентов и зарабатывать эти деньги отлично тебе большое спасибо за ценные советы у нас осталось одно нерешенное дело мы всем нашим зрителям даем бонусы то есть куча полезной информации от нашего гостя в частности от тебя это такой тортик а вишенка и это какой-то приятный бонус нам нужно выбрать кодовое слово когда я участвовал в этом проекта люди дела от black star это было кодовое слово привет андрей отличное кодовое слово она дает скидку какой бонус она дает скидку может быть на обучение в вашем проекте давай давай сделаем 15 процентов промо-кода да мы делаем скидку всем кто пришел в течение недели после выхода этого выпуска к вам на обучение к нам кто должен прийти учиться все те кто чувствует нехватку кадров своей компании то есть это могут быть и чары в основном это конечно и чар менеджера но если вы чувствуете что вам не хватает специалистов вы не понимаете где их брать где их искать может в любом случае к нам прийти это будет вам полезно и на открыт спасибо тебе большое спасибо спасибо ребят когда человек создает что-то такое чего нет вообще на мировом рынке то есть вот этой ванш онлайн школа не имеет аналогов это вызывает крайнее уважение и прямо можно респектовать то что он выглядит и ведет себя как действительно уверенный эксперт человек знающий и которому ну не придраться и историю конечно уникальное взаимоотношение с акселератором в очередной раз я подчеркиваю для себя что вот как мы общались помнишься с настей файзуленовый как что вот с андреем сейчас общались главное наверное нужно задавать правильные вопросы если те что-то непонятно спрашиваем не бойся показаться глупым если что-то не устраивает говоря об этом потому что в любом случае ты ничего не потеряешь от этого а может быть даже приобретешь как андрей прогресс не стоит на месте и в общем нужно постоянно осваивать новые инструменты вот если когда-то это был в общем успешным твой опыт то не факт что он работает сейчас то есть это важный тоже инсайд для предпринимателей тем более онлайн предпринимателями всегда вот должны быть начеку а еще самое главное что подчеркнул для себя для нас что нужно заходить в сообщество и впитывать с него полезную информацию впитывать но и отдавать конечно ну конечно ладно было полезно было интересно